Это необычный фильм для нашего канала. В нем я буду рассказывать вам о положении дел в умах творческой интеллигенции на просторах бывшего СССР. Что сподвигло меня сделать такой фильм? На политических и исторических форумах часто заводится спор об идеологии в нашей стране, живой в России. Одни говорят, что ее нет, другие, что она либеральная, третье, что у нас строится фашистское государство. Кто-то говорит о совковой, то есть советской идеологии. Споры жаркие. Все давят на эмоции, на статистику. То же самое есть и во всех республиках бывшего Советского Союза. Умные люди пытаются понять, какое общество строится и куда оно движется в культурном, политическом, экономическом плане. Часто в дискуссиях оппоненты ссылаются на статистические данные всяких там центров, например Левада. Скажу так, статистика это довольно точная наука, если анализ проводится правильно. Ведь тот, кто проводит опрос, может задать вопрос неграмотно или сделать сознательно такую его формулировку, что будет подталкивать опрашиваемо дать нужный ему ответ. Не говоря уж о том, что можно просто сфальсифицировать данные в угоду заказчику опроса. В эти тонкости я не буду влезать. Суть в том, что статистика от разных исследователей может быть разная. По этой причине у меня возникла мысль провести самому анализ того, как на постсоветском пространстве, по крайней мере в русскоговорящем сегменте, меняется идеология людей. Главный вопрос для меня в этом исследовании – каким героям отдает предпочтение современная творческая элита? Грубо говоря, кто для них интересен – Александр Матросов с Ломоносовым или Хищник с Человеком-пауком? Какую культуре они себе причисляют – к западной или к национальной, то есть русской, украинской, казахской и т.д. – это главный вопрос. Также в исследовании будут еще и под вопросы, позволяющие лучше понять портрет современной творческой элиты на постсоветском пространстве. А как же провести такой опрос? Если подойти к людям и просто сказать «Я хочу провести ваше тестирование» и «давай тут загружать их кучу вопросов», то где гарантия, что человек ответит прямо и честно? Особенно если его спрашивают щекотливые вопросы или те, на которые он не хочет отвечать? Да и вообще, зачем ему честно тебе отвечать? Ты кто такой? Или он скажет то, что в голову первым придет, не подумав, а на самом деле вообще-то так не думает? И это главная проблема всех соцопросов. И как преодолеть эту ключевую проблему для любого исследователя? Я придумал, как это можно сделать. Хотя я не думаю, что я тут один так умный. На просторах интернета есть такой сайт Plast.me. Там скульпторы загружают свои работы, лепят они свои подделки из пластилина и других веществ, красят их, снимают модфильмы. Здесь нет цензуры и каждый может выложить все, что угодно, начиная от примитивных фигурок, сделанных на уровне ребенка лет 7, до работ мастера высочайшей квалификации, делающего модели для продажи. Важно для меня тут то, что на сайте каждый может выложить свою работу и получить отзыв от зрителей. По сути нет никаких сдерживающих барьеров для авторов. Здесь люди свои мысли и желания воплощают в произведение искусства. Каждый имеет свой ник и может назвать себя как угодно, без страха публиковать все свои фантазии. И это важно, так как авторы честны перед сообществом. Остается только правильно понять и оценить эти работы. Что также сложно, ведь присутствует субъективизм оценщика. Мне что-то нравится, а что-то нет. Другой оценщик будет глядеть под другим критерием на изучаемые работы. Эти проблемы я постарался хотя бы частично преодолеть, позже укажу как. Для подавляющего большинства участников этого сообщества главное это творческая самореализация. То есть не важно, что ты делаешь, а важно, что тебе это хочется. Почти все авторы не задумываются о последствиях, создаваемых ими произведения искусства. Поэтому порой можно видеть фигурки маньяков, терзающих жертву, оружие в крови, сцены садизма и тому подобное. При этом комментарии под такими фигурками в основном положительные, типа того, как ты классно передал вид крови, или ножи выглядят как настоящие и так далее. Комендаторов обычно вообще не смущает, что человек слепил сцену, жестокости или абсолютное зло. Хотя порой и пишут критические замечания, но все же обычно посетителям сайта важно, как и влетение и краска, скульптинг и тому подобные технические моменты, а не идеологическое наполнение произведения и искусства. Это дает уникальный срез реального внутреннего мира творческой элиты со всего бывшего СССР, которые говорят на русском. Иногда на сайте пишут на мове, но это вполне читаемо для русского человека. Анализ сайта я построил так. Сначала я взял 600 работ с конца сайта, то есть с 2007 года и столько же с 1 июля 2021 года. Иду августа 2018 года. Зачем я это сделал? Задача в том, чтобы оценить, есть ли изменения в тех работах, которые выставляются на сайте с момента его создания и до момента исследования в 2018-2021 годах. Почему я взял по 600 объектов для исследования? Для статистического анализа важно брать как можно больше объектов. Минимальным числом считается 200. Я взял в 3 раза больше для каждого изучаемого периода. При этом я изучал именно фотографии, а не видео, которых на сайте немного. И они, как правило, от довольно узкого круга людей, способных их снимать. Поэтому я не стал их включать в анализ, чтобы не искажать статистику. Также в работе пропускал модели зарубежных авторов, которые иногда выставляются на сайте как пример для подражания. Итак, что я изучал? Главный вопрос в том, какая культурная и идеологическая составляющая присутствует у творческих людей в их мыслях? Какие образы в их сознании толкают их на творчество? Для этого я оценил работы с точки зрения, какой культуре она принадлежит. Было три варианта ответа. Западная капиталистическая или либеральная. Советская. Культура постсоветского пространства. То есть национальная культура России, Украины и так далее. Созданные за последние 30 лет. Если исследуемую работу нельзя отнести к какой-то четко выраженной культуре, то она подпадала в нейтральную. Туда же шли и такие работы, как скульптура Геракла или индийских богов, фигурки средневековых рыцарей и тому подобное. Если они не изображали героев современных фильмов, мультфильмов, игр и так далее. Итак, с 2007 по 2010 год данные получились такие. Из 600 работ 9 изображают героев советской культуры, что составляет 1,5%. Мы видим, что доминируют не советские, а современные национальные идеологические образы. Они практически втрое превышают СССР. Но теперь мы взглянем, сколько образов в умах людей породили фильмы, игры современной западной цивилизации. Работ, которые четко идентифицируются под этот критерий, было 271, что составляет 45,17%. То есть образы западной цивилизации превалируют над национальными более чем в 10 раз. А советские герои где-то в районе математической погрешности. Если бы мы оценивали работы сайта моделистов, техники или солдатиков, то современных солдат и танков, машин было бы много. Но это не сайт военно-исторического моделирования, а общий тематический сайт. Иногда здесь выставляют работы типа танка из пластилина, но это редкость. Из этого мы видим, что творческие люди в подавляющем большинстве принадлежат культуре не той страны, в которой они живут. Им не интересны национальные герои их народа, а они копируют героев из других культур. Далее мы оценим, насколько это хорошо или плохо. Есть один интересный критерий, и я его покажу. Теперь давайте глянем, как изменится эта статистика, обращаясь к периоду 2018-2021 годов. Я взял подряд 600 работ из этого временного отрезка. В исследовании я шел от 2021 года к 2018 году, до тех пор, пока не набрал нужного числа оцениваемых работ. Поделок, которые созданы под влиянием советской культуры, оказалось 19 или 3,17%. Работ, созданных на базе национальных образов и культур, появившихся после развала СССР, оказалось 36 штук или 6%. Что мы видим? Число работ, навеянных советскими идеологическими образами, выросло вдвое, а национальными примерно на треть. В совокупности они составляют около 9% работ, что мало, но уже заметнее, чем в прошлый изучаемый период. Но а сколько работ было создано под влиянием Запада? 275, что составляет 45,83%. Мы видим небольшой прирост, но по сути цифра такая же, как и за прошлый изучаемый период. В анализе я использовал такой критерий, как патриотизм. То есть если работа явно выражает любовь автора к родной стране, например, изображение флага страны или солдат своего государства, загласен, что это не всегда уж прям такой патриотизм, а может быть просто моделизмом, но все же. Так вот, по данному критерию, в ранний период существования сайта из 600 работ патриотически можно было отнести 11, что составляет 1,83%. А вот во втором, изучаемом отрезке патриотических работ было 52 или 8,67%. Также я изучал, есть ли на сайте откровенные нацисты. То есть не просто слепил танк Третьего Рейха, а именно смакование нацистов, зигущий Гитлер и тому подобное. В ранний период такая работа была всего одна, а в последние три. То есть присутствует малый рост этой тематики. Как все это можно объяснить? Засилие западной культуры в СМИ, музыке, компьютерных играх и тому подобное приводит к тому, что население бывшего СССР полностью начинает копировать их модель поведения, их культуру, их культурных героев, их образ жизни и так далее. Это выражается в том, что творческие люди, создавая свои произведения искусства или самовыражаясь, обращаются к западным образом и воспроизводят их. Но обострение международной обстановки, военные действия между Россией и Украиной, Арменией и Азербайджаном и другие конфликты ведут к тому, что население начинает задумываться о национальной идее. Отсюда рост патриотизма и обращение взоров, в том числе и к советскому прошлому. Но все это ничтожно мало на общем фоне либерального давления на идеологию населения на нашей территории. Но кто-то скажет, что это здорово и наконец-то уничтожен советский проект. И рабы-совки составляют такое меньшинство, что повлиять на развитие культуры не могут в принципе. Наступила эпоха свободы и вседозволенности для творчества и самой идентификации. У всех разный взгляд на эти события от восторга до уныния. А я приведу данные еще одного анализа, который я провел с изучаемыми работами. Мы попробуем понять, какой эмоциональный заряд они несут тем, кто их смотрит. Оценим то, что изображают изучаемые работы. Добро или зло? Я оценил работы с начала сайта и в период с 2018 по 2021 годов несколько по-разному. Вначале я относил работы либо к злу, либо к добру. Это было очень сложно делать, так как работы часто были спорными. Вот сделал автор фигурку Назгула из произведения Толкиена и фильма «Властелин колец». Это персонаж, изображающий зло. Но как его оценить для нашего исследования? Отнести ко злу? Он вроде бы никому не угрожает и изображает героя в целом положительного фильма, где добро борется со злом. Отнесем его к добру. А вот слепил автор орка и сделал ему ужасно угрожающее лицо, пробитанное агрессией, ненавистью. Что это? Зло или добро? Оценить сложно бывает. Поэтому я оценивал этот показатель довольно субъективно. У меня вышли вот такие вот данные. С момента появления сайта в категории «Добро» я отнес 76%, а в категории «Зла» 24%. Казалось бы, не так уж и плохо. Добро превышает зло в три раза. Но если вдуматься, то ситуация вообще-то плохая. Четверть работ несут негатив. После этого я провел анализ дальше. Изучил 600 работ в период с 2018 по 2021 годов. При этом я ввел в исследование такой параметр, как плюс-минус. Теперь я мог спорные работы оценивать как ни зло, ни добро. В этот плюс-минус попали все работы, которые изображают вооруженных персонажей, монстров и хищников, скалящих зубы, когда они изображают агрессию и так далее. В категорию «Добра» попали работы, которые однозначно можно трактовать как добро. Ребенок с бабочкой, красивая собачка, бюст человека и так далее. В «Зло» попали работы, изображающие явное зло в виде насилия, убийства, расчлененка, трупы и тому подобное. Оценивать стало легче. Получил я такие вот показатели. Добро – 45%. Зло – 9%. И пограничные работы – 46%. Что мы видим? Добро превышает зло снова более чем в 4 раза. Категория со знаком «плюс-минус» – 46%. Мы видим, что работ, изображающих абсолютное добро, меньше половины. Абсолютное зло почти в каждой десятой работе. И можно сказать, что в целом ситуации не критичные, а всякие там психи в обществе есть всегда. Для правильного понимания выше приведенной статистики нужно немного углубить наши исследования. Тут я сравнил, чему учат людей советское, современное постсоветское и либерально-западное искусство. Я провел анализ работ, созданных на базе западных культурных ценностей. Сначала я изучил работы и делил их на добро и зло, как я уже говорил. Получил, что 69% добра и 31% зла. То есть треть работ несут негативный заряд. Добра в прозападных работах в два с небольшим раза больше, чем зла. Далее я посчитал работы с применением категории плюс-минус. Получил такие вот результаты. 32% абсолютное добро, 53% пограничной работы и 15% абсолютное зло. Вспомним данные по всем работам в этот период и увидим, что добрая работа на сайте в среднем это 45%. А если брать образы западной культуры, то получается, что только 32%. То есть на 30% меньше добра несет западная культура, чем в среднем показатели. И опять же, если в среднем на сайте 9% работа это абсолютное зло, то для работ на базе западной культуры они составляют 15%. Что на 70% выше среднего показателя? Мы видим, что западные идеалы несут кратно меньше добра и больше зла. Проведем анализ работ национальных культур народов бывшего СССР, созданных после развала Союза. Итак, посмотрим на работы того периода, как только сайт ПластМИ был создан. Работ, несущих добро, было 88%, а попавших в категорию зло – 12%. Вспомним, что среднее соотношение по сайту в этот период 76% к 24%. То есть мы видим, что образы постсоветской культуры в целом гораздо лучше, чем средние по сайту. И добра больше, и зла вдвое меньше. Оцениваем теперь работы с постсоветскими сюжетами с 2018 по 2021 год с использованием критерия плюс-минус. Итак, 75% – это добро, 25% – зависли в пограничном состоянии, и ни одной работы с изображением явного зла из 600 оцененных работ не было. И взгляните на средние показатели по категориям. Очевидно, что постсоветская культура значительно лучше них, не говоря уж о показателях западной культуры. Ну и на закуску дам данные о том, что дала на сайте советская культура, которая явно в меньшинстве и по сути уже отмирает. Работы, созданные с начала появления сайта дали нам 100% работ, изображающих добро. То есть зло составляет 0%. Когда я в исследование ввел показатель плюс-минус, то картина изменилась. 58% – добро, недобро, не зло – 37%, и зло – 5%. Но тут поясню, что в плюс-минус попали работы с вооруженными персонажами, а лепщики советских солдат как раз подпадают под эту категорию. Но как бы странно ни звучало, авторы дела этих солдат думали о защитниках Отечества. Не об оккупантах, нападающих на соседние государства, а именно защитниках Отечества. Именно такой образ был у советских воинов. А это положительные герои. Так что эти работы смело можно отнести к добру. В этом случае для СССР можно сказать, что 95% работ несут положительный эмоциональный и идеологический заряд. Также скажу про постсоветские работы. Там попадаются фигурки национальных воинов, таких как украинские бойцы в АТО, абхазские ополченицы 1992 года и так далее. Дело их, автор, подчеркну автор, а не то, как это могут воспринимать зрители, наверняка думал о защитниках его страны и вкладывал в это позитивные мысли. Так что часть плюс-минусов из постсоветских работ можно перенести в категорию «добро». Также в постсоветских работах много сталкеров, которые зависели в категории «плюс-минус». Потому что в игре или книгах сталкеры не всегда положительные персонажи, и они все вооружены. Мы видим, что работы, созданные на базе советских образов, в целом несут позитивный заряд. Работы на основе современной постсоветской культуры также несут много положительного и мало зла. И напротив, активно продвигаемые через СМИ, компьютерные игры, музыку, кино и так далее, западная либеральная культура несет помимо добра огромный задел зла и деструктивного поведения. Скульпторы, любители Запада, постоянно лепят героев, которые изображают маньяков с окровавленными ножами, всевозможных киллеров, таких как ассасины и другие. Если патриот России лепят Александра Невского как образ защитника Отечества, то либерально настроенный скульптор изображает персонажей, которые за деньги убивают других людей или существ. Почувствуйте разницу в моральном наполнении работ и того, что творится в душе у каждого из этих авторов. Один считает, что брать в руки оружие допустимо для защиты Отечества от врага, а другой допускает мыть, что убивать за деньги – это нормально. Главное, чтобы платили хорошо. Кто-то скажет, что я поехавший моралист, мечтой кино, модфильмы, компьютерные игры не влияют на поведение и образ мышления. Для таких зрителей я также посчитал влияние игр на выбор героев для реализации своего творческого потенциала. Таких работ оказалось 59 из 600. Изучал я период с 2018 по 2021 год. Более ранний период не изучал, к сожалению. Те, кто делал работы, посвященные комп-играм, в 25% случаев делали добрые работы. Или, по крайней мере, вылипленные герои не выражали своим видом агрессии. В 63% случаев получились пограничные работы между добром и злом. И в 7% абсолютное зло. Получаем, что в среднем компьютерные игры дают почти вдвое меньше положительных образов, чем в среднем в выбранных работах за этот период. При этом абсолютного зла оказалось меньше, чем в среднем на сайте. То есть 7% против 9%. Это хорошо, как бы там ни было, но компьютерные игры в целом резко занижают показатели добра. И несколько снижают абсолютное зло. Я не говорю, что игроки в комп-игры какие-то психи. Нет, это не так. Но явно в их сознании меньше доброго и больше пограничной агрессии. Но при этом меньше крайней жестокости. Хотя, конечно, нужно понимать, что игры бывают разные. В одних ты просто побеждаешь врагов, а в других налицо смакование садизма и жестокости. Про это скажу еще чуть позже. На сайте я также оценивал наличие работ в категории эротика. Таких работ в начале сайта было 26, или 4,3%. А в последних 600 работах 21, или 3,5%. Причем эротика не всегда была вульгарной. Были достойные работы и низкопробные эротические фантазии авторов. Сама по себе эротика – это не показатель чего-то плохого. Эротика может приводить к чувству прекрасного или сеять извращения. Тут многое зависит от автора, который делал работу. Оценить, почему произошло снижение, я не могу. Также я пытался оценить количество работ, содержащих явные извращения. Если изучать работы с момента создания сайта, то таких работ было 16, или 2,67%. В период с 2018 по 2021 год таких работ набралось всего 3, или 0,5%. Такое резкое падение показателей этой категории мне сложно объяснить. Подчеркну еще раз, что авторов таких работ на сайте не банят. Также мне было интересно понять, растет ли мастерство авторов, делающих свои поделки. Я предполагал, что должен быть рост качества, так как автор учится лепки друг у друга. Оценивал я работу по 10-бальной шкале, чтобы быть более точным. Средний балл у меня в первых 600 работах с сайта Plast.me вышел 5,94%. Потом я высчитал средний балл по последним работам и получил 5,94%. То есть число абсолютно одинаковое. Роста качества работ на сайте за более чем 10 лет не наблюдается. Если честно, я был удивлен этому. Ну что ж, подведем итоги. Мало кто из зрителей дошел до этого момента в моем фильме, так как слушать статистику скучно, думать, что остались самые стойкие и неравнодушные. Что мы видим в целом? На постсоветском пространстве в умах творческих людей доминируют западные ценности. По сути, эти люди слабо себе идентифицируют с культурой тех народов, в которых они родились и выросли. В своем творчестве они редко обращаются к образам национальной культуры. В целом можно увидеть, что образы западной культуры несут больше агрессии, чем персонажи, созданные на базе советской или постсоветской культуры. Кто-то скажет, что не стоит сгущать краски. Если автор слепил Фредди Крюгера с окровавленным ножом, это не значит, что он это же сделает в жизни. Скажу так. В США, где либеральные идеологии доминирующие, растет число насилия в обществе. Так, в 2018 году в Штатах было 94 случаи, когда ученики школ приходили на занятия с оружием и нападали на сверстников или преподавателей. За неполный 2021 год таких случаев было 139 и 28 погибших. В России с 2014 по 2021 год было 11 нападений на школы с 36 погибшими. До этого нападения носили крайне редкий характер. Могли и сбить, и унизить, но не стрелять или приносить в школу оружия. Мы переняли у них систему воспитания, образования, копируем культуру и, несомненно, придем к таким же показателям по насилию в обществе. Если человек постоянно смотрит цены насилия в фильмах, играх, модфильмах и так далее, то это не обязательно сделать его подражателем деструктивного поведения. Но в его сознании прочно закрепится модель поведения, допускающая насилие. Человек разумом будет понимать, что в реальной жизни за такое поведение он может понести наказание или порицание от близких или общества. И не будет этого делать. Но нет никаких гарантий, что подобные деструктивные модели поведения не проявятся у человека, попавшего на войну. Особенно, если его руководство будет подталкивать, совершать, мягко говоря, негуманные поступки. Те, кто немного знаком с военными операциями, американцы в Корее, Вьетнаме, Ираке, знает, какое количество военных преступлений они совершали и совершают на войне. Только в резне на острове Чеджу южнокорейские войска и нацистские батальоны при поддержке войск США убили 30 тысяч, в основном, мирного населения. При этом применялись совершенно дикие формы пыток и убийств. Посмотрите про это документальный фильм «Красный остров» к 70-летию бойни на Чеджу. Его Ранов в своем фильме все очень подробно описал и рассказал. Привем массу доказательств, подтверждения своих слов. И не надо в комментариях писать, что это тупая пропаганда северокорейских коммунистов. Посмотрите фильм. Многое для себя откроете. Посмотрите фильм Клима Жукова. Цельно-металлическая оболочка, антифашистский фильм Стивена Кубрика. В этом разборе показана изнанка американской армии. Ссылки будут в описании и конечных заставках. И мы на постсоветском пространстве в своих обществах создаем такую же модель поведения. Это нужно всем нам осознать. В рамках этого исследования не буду вдаваться в то, кто и зачем продвигает эти деструктивные образы в сознании населения. Просто запомните, что это доказанный факт. Теперь вы знаете, в каких объемах, то есть процентах, вливается негатив в общественное сознание. Почеркну, что я не против вообще западной культуры в принципе. Там есть прекрасные произведения искусства, книги, фильмы и так далее. Только брать нам следует именно положительные и отвергать отрицательные. Например, просто запрещать прокат низкопробных и наполненных либеральной пропагандой фильмов в кинотеатрах. Или разрешать те или иные комп-игры, в которых есть бывые действия, но нет искажений исторической правды. Нет садизма и смакования смерти. Они вполне хороши и несут даже некий позитивный аспект воспитания человека и в его досуг. А игры с садизмом, как, например, турок, нужно запрещать. Либо делать хитрее, заставлять производителей игр выпускать две версии, одна с цензурой, а другая без нее. И накладывать на игру без цензуры акциз, делают дороже втрое. При этом заказывать у блогеров разбор нецензурированных игр и вскрывать все негативные последствия, которые они несут для психики человека. Говорит про это, как по телевизору, так и по интернету. То есть, вести более хитрую, современную, пропагандистскую работу, а не только запрещать. Кто-то скажет, да какое отношение к лите-обществу имеют те, кто зарегистрирован на каком-то там сайте пластми? Я скажу, прямое. Конечно, не все они добьются успеха в жизни. И 9 из 10 наверняка так и будут заниматься лепкой как хобби и не выйдут ни на какой более высокий уровень. Но часть этих скульпторов сумеет вывести свое увлечение из хобби в профессию, став режиссерами, мультипликаторами, скульпторами, художниками и так далее. Их творчество станет не только достоянием сайта пластми и полки с поделками в их жилище, но и общественным достоянием. Они будут создавать те образы, которые станут формировать нашу культуру. Вы будете смотреть фильмы, созданные этими людьми. Вы будете показывать мультфильмы своим детям, нарисованные ими же и так далее. Теперь вы знаете, что творится в головах у нашей творческой элиты. И сможете аргументированно с использованием статистики доказывать свою точку зрения в спорах на политические и исторические темы. Надеюсь, что проделанная работа поможет понять нашим обществам, что происходит с нашей культурой и в каких направлениях нужно ее продвигать. послесловие. Когда я проводил свои исследования, боевые действия на Украине шли только в ЛНР и ДНР. Вела текущая война, идущая 8 лет. Сейчас ситуация изменилась и полыхнула вся Украина. Бои закончатся. Не станет снова ребром вопрос, куда нам всем идти, какую культуру развивать, какие идеалы в обществе воспитывать. Если элиты нашего постсоветского общества не смогут дать объединяющих великих мирных целей, то нас ждут конфликты, бесконечная череда войн. Своим трудом я не могу изменить мир к лучшему, но надеюсь хоть немного прояснил ситуацию для реально думающих людей.